Добрый день! Снова рад приветствовать всех на нашем YouTube канале Karate Best. Мы напоминаем, что мы тренируемся, занимаемся по домашней программе «Сила в кубе». Сегодня с вами снова я, тренер, преподаватель традиционного карате Ягунов Василий Иванович. Еще раз напоминаю, что цель наших тренировок не просто сохранить свои навыки и умения, но увеличить их в три раза. Немного расскажу о том, чем мы сегодня с вами будем заниматься. Основное, то есть два будет блока. Первый блок – это перемещение стойки кибодачи с блоками ударами кучи. И второй блок – это гибкость. Дам несколько упражнений, пройдем сверху вниз, получим знания, умения и навыки, и тему для размышлений, для чего нужна гибкость и как ее увеличивать. Как обычно, организуем вокруг себя пространство и начинаем нашу тренировку с разминки. Я уже размялся, а вы приступайте. Отжимаем. Итак, друзья, я вижу, что вы хорошо размялись. Стойки кибодачи. Вспоминаем наши предыдущие тренировки. Две шеи и плечи, ступни параллельно, хвостик поджат, осанка. Внимание всегда на осанку. Ось ровная, руки камая. Взгляд в направлении движения. Перемещение кибодачи. Айюмиаши с шагом. Выполняется через промежуточное положение. То есть, акцент, взгляд, дыхание. Дыхание начинается до начала движения. Выдох. То есть, вспоминаем, как производится наше дыхание. Вот мы с собой представляем цилиндр, диафрагма. И до начала движения диафрагма опущена вниз. Воздух вошел к нужным нам. Вдоха, тем более явного вдоха и вдоха в одной клетке быть не должно. То есть, вдох производится за счет опускания диафрагмы. Диафрагма упала, начинается движение. Диафрагма постепенно поднимается вверх. И в конце киме диафрагма поджат. То есть, все, центр напряжен. И в момент киме мы выполняем либо удар, либо какую-то другую технику защитную. Перемещение. Мы разгружаем, догружаем переднюю ногу, разгружаем заднюю. Нога к ноге. Перемещение не должно быть с подъемом вверх. И тем более, резким проседанием вниз. То есть, как будто мы движемся сверху потолок, снизу пол. Мы не можем ни вверх подняться. И так же, как будто мы, как троллейбус, прицеплены к контактному поводу. То есть, мы не можем опуститься вниз. Раз. Перемещение. Дальше. Ноги вместе. Разворот у нас идет на середине стопы. Вспоминаем. Середина и основание подушечек пальцем. То есть, разворот не на пятках, не отрывом. Идет пальцем ногу. А именно, на подушечках пальцев. Причем, задняя нога, которую мы подтянули, она раздружена. Все, давление идет на передней ноге. Все. Центр тяжести над передней ногой. Дальше идет вкрутка. Разворот вкручиваем не за счет наклона оси, а за счет поворота центра. Представляем, где вот наш пояс, как будто это подшипник, в который вставлена ось. И вот эта ось вращается. Раз. Развернулись. И дальше идет постановка вкебодачи. Постановка вкебодачи. Здесь особое внимание. То есть, не должен тянуться палец, и потом ставится нога. Не тянется пяткой, потом нога ставится. А тянется сукутор. Стопа идет параллельно полу. И одновременно прижать сжатие не в ногу, которая перемещается вперед, а сразу две ноги прижимаемся. То есть, еще раз. Молотэр. Просто перебрасываем руки. Смещение. Разворот. Постановка. Смещение. Разворот. Постановка. Сейчас вы будете делать, просто выходим, первое задание, вышли в это положение без подъема. Десять раз на одну ногу, поменяли, десять раз на другую. Чтобы вы почувствовали, что у вас нет проседания и нет подъема разгибания коленей. Раз, поделали, смещение. И в другую сторону, десять раз. Ногу, которую поставляем, она разгружена. Нога, которая впереди, она разгружена. Вот это упражнение сейчас выполняете самостоятельно, десять раз в одну сторону, десять раз в другую. Ставим на паузу. Начинаем. Выполнили. Сейчас соединяем это движение с разворотом и постановкой стойку кибодачи с камаем. Медленно, не спеша, себя сканируем взглядом, дыханием и отслеживаем, как у вас происходит перемещение с разворотом кибодачи. Руки камая. Перемещение. Данное упражнение. Выполняем серию пять раз в одну сторону, пять раз в другую. Самостоятельно. Ставим на паузу. Начинаем. Выполнили. Приступаем к следующему заданию. Сейчас к перемещению кибодачи. Я надеюсь, вы почувствовали, как происходит перемещение, как работают ноги. Сейчас добавляем в лук кучи лукой. Также встаем кибодачи. Камая. Камая. И Аюми Аши с разворотом. Ич. Обязательно. Преззащита. Молодая разворот. Ич. Ич. Молодая разворот. Рука, которая впереди, она уходит на предзащиту. То есть она берет, убирается сразу, а остается в середине. Вот она. Та рука, которая выполняет блок кучи лукой, она уходит в район пояса. И выполняем кучу лукой. Хлестки в сторону направления движения. Ич. Ич. Молодая. При выполнении блока кучи лукой, не забываем реверсную руку. Она прижата, локоть спрятан в запястье над косточкой бедра. Ич. Ич. Молодая. Эмая. Это упражнение, перемещение по кучу сдачи с блоком кучи лукой, выполняем так же по 5-10 раз в каждую сторону. Два шага в одну сторону, два шага в другую сторону. В одну сторону, в другую сторону. Первую половину серии не торопимся. Потом, когда вы чувствуете, что у вас все начало получаться, немножко пробуем ускориться. Ставим на паузу. Выполняем. Закончили. Продолжаем. Перемещение в кокоть удачи с ударом в раке ночь. Будем перемещение делать вперед с ударом в раке ночь и перемещение назад с ударом в раке ночь. Сейчас выполняем перемещение с ударом в раке ночь вперед. Наступательное движение. Руки камая. Основной акцент на ноги. То есть мы работаем на ноги. Блоки ударят только до пола. Добавляем. Первое движение. Ич. Замах. Предзащита. Ни. Ич. Замах. Предзащита. Ни. Контролируем себя. Ось. Контролируем, чтобы не было смещения ни на переднюю, ни на заднюю ногу. Хвостик поджат. Ноги. Внутренняя поверхность бедра напряжена. Акцент. Разворот. Удар. Молоте. Руки в исходное положение. Ич. Смещение. Ни. Ич. Смещение. Ни. Молоте. Еще раз повторяем. Ич. Теперь защита. Ни. Ич. Ни. Поменяли направление. Ич. Ни. Ич. Ни. Молотые. Эту серию также выполняем 5-10 раз в одну сторону, 5-10 раз в другую сторону. Ставим на паузу. Приступаем к выполнению. Закончили. Теперь попробуем выполнять уроки уча с движением на отходе. Здесь важный элемент, важный момент, чтобы вы не увозили взгляд. Не от того, от цели, которую собираетесь здесь. Не тем более, от муши, когда на паузу ходим и смотрим в ту сторону, куда мы движемся. То есть не уводим ход. Все время держим взглядом направление и точку в точку удара. В камае. Точно так же втянулись. Здесь уже идет давление не на переднюю ногу, а на заднюю ногу. На заднюю ногу передняя подтягивается. Сместили центр тяжести. Видите ось? Да, на этой ноге. Нога на подушечку. Ну, не на подушечку. Держит подушечку, но пятка разгружена. И здесь, наоборот, удары. Пробуем. Ич. Борт предзащита. Ни. Ич. Борт предзащита. Вспоминаем, доходим. Рукора развернута. Ни. Смотрим. Другую сторону. Ич. Борт предзащита. Ни. Ич. Борт предзащита. Ни. Удар. Как хлыст идет. Уракен, лучше вспоминаем. Не просто. А он идет. Грудная клетка. То есть, как бы из трех ступеней состоит. Разворачивается грудная клетка. Плечо. Предплечье. И дальше хлест. Кулаком. Ревесная рука. Ревесная рука прижимается. Запястье. Над косточкой. Над поездом. Другую сторону. Ич. Ни. Ич. Ни. Хорошо. Ставим на паузу. И выполняем в одну и вторую сторону данное упражнение. Перемещение в кокус удачи с ударом уракен лучи. Начинаем. Приступаем к следующему виду перемещения в кокус удачи. Это за шагом суги аши. Через промежуточную стойку по са дачи. И переход к кипо дачи. То есть, как бы шаг. Не шаг под шаг, но через промежуточную стойку по са дачи. Сейчас подробно разберем эту промежуточную стойку и как происходит у нас перемещение. Встаем так же кипо дачи. Хвостик, ось, дыхание, взгляд. В сторону движения. Первое на ИЧНИЕ будем выполнять ИЧ. Перешли. Здесь акценты. Передняя нога, которая встала, выносится вперед. Ошибки сразу, если она очень далеко. То есть, получается, неустойчивое положение. Разрыв мы или там остаемся и заваливаемся вперед. Положение очень неустойчивое. То есть, переднее первое перемещение. Возможно, такое, что он раз ставит. Между ногами от колен до паха никаких зазоров. То есть, не должно быть дыр. Коленочка четко входит, опирается на икру давление. В этой стойке, если вы встанете, вы практически можете стоять без усилий. Очень устойчивого положения. В течение длинного промежутка времени, вот целый день, можете постоять. Раз. Задняя нога, обращая внимание, на которую была впереди, она опирается на подушечки пальцев. То есть, создаёт такую устойчивую опору. Корпус, ещё раз показываю, корпус вертикально. Не вперёд отклонён, не назад. В центре тяжести. Он придавлен в пол. И выходим. Постановка, как уже говорил в самом начале нашего занятия, постановка полностью идёт на всю опорную ступню. То есть, нога остаёт плотно, давление, ещё раз напоминаю, наш цилиндр, диафрагмы. Мы как будто воздух выдыхаем диафрагмой, но в момент постановки представляем наш цилиндр с орехом, да, центром тяжести. Он как будто ударяет в пол. То есть, такое создаём давление в пол и одновременно сжимаем, диафрагму поджимаем. Вот. Попробуем сейчас походить через косо-одачи с разворотом без блоков удара. Просто раз, встали, два. Раз, два. Вот и. То есть, раз. Ич. Вот и. Ич. И. И. Ич. И. это упражнение также 5-10 раз в одну другую сторону выполняем на два шага самостоятельно сначала медленно контролируем чтобы не было подъема опускания чтобы было скольжение перемещение как будто ваш механизм и сверху подставочка ваза которые вы двигаете взгляд в сторону движения и чаган взгляд мисоку сантан широку постоянно помним об этой нашей формуле взгляд верение взгляд поймали цель перемещение и какая-то цель ставим на паузу выполняем закончили теперь добавляем к нашему перемещению наш блок куча лукой руки камая не торопимся все мысленно себя сканируем ни в коем случае не смотрим в каком вы положении стоите то есть взгляд зацепился за точку направления движения за своего противника воображаемого в данный момент взгляд с него не сводится и таким образом тоже также 5-10 раз в одну другую сторону выполняем блок куча лукой сначала медленно потом добавляем скорости ставим на паузу начинаем закончили то же самое перемещение с блоком уроке лукчи и подачи стойка взгляд на верение переход сбор предзащита в кокос удачи разворот предзащита раз в кокос удачи Soft или Curt decisions запущением корс и дача, трес-защита, замах, опять, в обратную сторону, корс и дача, трес-защита, замах, корс и дача, трес-защита, замах, разворот. Выполняем 5-10 раз в каждую сторону самостоятельно отжимать. Итак, друзья, на этом первый блок перемещения в кибодачи через Аюми Аши и через Хоса дачи заканчен. Я надеюсь, что вы сейчас в таком хорошо разогретом, подготовленном состоянии, и у нас есть возможность позаниматься растяжкой. Дам побольше упражнений, которые я использую в своей практике. И на некоторых упражнениях остановлюсь и акцентирую какие-то моменты, которые можно тоже выполнять и которые нужно учитывать. Сразу начну с того, что растяжка всегда проводится на расслаблении и без задержки дыхания. То есть всегда дышим, я буду об этом говорить, в процессе выполнения всегда дышим и стараемся не напрячь какие-то мышцы, а те особенно мышцы, которые у нас будут работать за действованием, мышцы спины, ног, рук, они должны быть расслаблены. Первое упражнение. Многие его выполняют, многие нет. То есть встаем на Юй Дачи, колени затянуты, не согнуты, коленочки затянуты, и стараемся достать до пола. То есть до пола вы должны доставать легко. Если у вас этого не получается, следующее выполняем в следующем порядке. Встаем на Юй Дачи, делаем спокойный прогиб до того момента, как вы можете. И дальше начинаем расслаблять поясничный отдел. Расслабили, опустились немножко, тянемся руками. Дальше расслабляем спиной отдел подвоночника. Расслабили, отпустили, еще вытянутся вниз. Колени контролируем, не сгибаем, взгляд перед собой в пол. Дальше расслабляем шейный отдел подвоночника. Расслабили, еще ниже, отпустили. В этот момент взгляд уже смотрит не в пол, а перпендикулярно за спину. То есть в противоположную стену. И макушечки последние расслабили, опустились еще ниже. И в этом положении сделали небольшие легкие расслабления и подкачивания. Мы контролируем, как работает задняя поверхность бедра, битвы. И стараемся достать. Если вы не достаете, то их можно амплитуды чуть увеличить. Но на выдохе выстрелитесь с пола, пытаетесь достать. Делаем, сейчас ставим на паузу и выполняем вот это упражнение. Три подхода по 10-15 выдохов. Потом встали, отдохнули, встряхнулись, расслабились. И еще ставим на паузу. Начинаем. Закончили. Следующие обратные ноги. Также встаем в ее идаче. Здесь уже колени в плавочном состоянии. И точно так же погибаемся от поясницы. Подслабляемся. Немножко в центре тяжести колени смещаются. Тоже постояли. Покачались. На выдохе. Покачались. Вышли в исходное положение. Также выполняем три подхода по 10-15 выдохов в расслабленном состоянии. Ставим на паузу. Выполняем. Хорошо. Молодцы. Следующее упражнение, которое я даю своим ученикам, и которым практикуюсь практически ежедневно. Ножки ставим в митсуби дачи. Пятки вместе по 45. Коленочки здесь также натянуты. Руками беремся за голень, которая ниже. Расслабляем поясницу, спину. И здесь руками помогаем себя, подтягиваем. Колени не мутся. И пытаемся лбом коснуться голени. На выдохе опустились, расслабились. И точно так же 10 движений покачивающих. Следующие встречи не за чего-то. Сиди, хати и так далее. Руками себя немножко подтягиваем, подтягиваем. В этом положении работают только мышцы рук на подтягивание себя. Все остальное, спина, мышцы спины, они расслаблены. Ставим на паузу, выполняем 2-3 подхода. Начали. Хорошо, молодцы, ЕМН. Следующее задание. Еще раз вспоминаем одну из своих тренировок. Я очень рекомендовал следующее упражнение. Истойкие зенок от удачи. То есть упражнение, которое подводительное. И помогает вам облегчать возможность выполнять хлесткий, быстрый удар от моей гири. Встаем в зенбрус удачи. Ни широкую, ни длинную. Центр тяжести. Задняя пятка вверх смотрит. Колено, задние ноги смотрят вниз. Ось. Руки над головой. Продолжение макушечки. Встали. Зафиксировали переднюю ногу. И начинаем небольшие вкручивающиеся движения. Задняя ножка при этом потихоньку отодвигается. Центр тяжести направлен четко вниз. На выдохе, на выдохе. Выдох, 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 выдох. Не торопитесь быстро опуститься на колено задней ноги. Чем вы дольше простоите, чем вы больше расслабитесь, тем лучше. До минуты это может доходить. Опустились практически в миллиметре от пола на колено. Руки спокойно поставили на кулачки. Уложили заднюю ножку. Переднюю ногу протолкнули. Либо вперед, либо вперед. И немножко, в данном случае в правую сторону. То есть ноги встают, как бы, нога напротив ноги. На прямую линию. Спокойно уложили. Без натяжения никаких не должно быть. И в этом положении покачались. Пошевели ногу. Еще немножко потолкнули. Опять покачали. Пошевели. Стараемся, чтобы корпус был перпендикулярно на ноге. И посидели, поделали шпагар. Ногу собрали. Развернулись. Сделали противоположную сторону. Ставим на паузу. Начинаем. Хорошо, молодцы. Закончили. Хочу с вами поделиться еще одним способом, как можно добавить и ускорить посадку продольной, либо поперечной шпага. Сейчас я покажу схему. Не буду говорить схему, чтобы вам было более понятно. Как это происходит? Вот. Вот это мы, это наш центр тяжести. Вот это мы сидим либо в продольном, либо поперечном шпагате. То есть мы сели до... Чувствуем, что все дальше мы уже не можем разъехаться. В этих точках касания наших стоп мы ноги фиксируем. То есть зафиксировали, прижали, дальше движения нет. И начинаем контракционным сжатием, стягиванием. То есть мы не делаем ногу, не выполняем какие-то колебательные, вращательные движения, а контракционным стягиванием прямо всех мышц ног к центру. Делаем такое сжатие, диафрагма у нас подошла. И в этом положении находимся 3-6 секунд. Расслабили, отпустили. В расслабленном состоянии мышцы расслабились. И еще переместились в следующую точку. Буквально даже если на сантиметр, два это очень хорошо. Дальше опять зафиксировали в этом положении стопы. И опять контракционным сжатием все мышцы на 3-6 секунд собрали к центру. Постояли, отпустили. Мышцы расслабили. Следующую точку зафиксировали. И опять точно так же контракционным сжатием собрали. И вы сами заметите, что у вас ноги будут постепенно, постепенно, постепенно. Центр тяжести будет опускаться. И вы будете садиться ниже шпагата. Сейчас я это продемонстрирую на практике, как это происходит. Вот вы, допустим, седев шпагат прозольный. Все, ножки, пяточка. С ступнем зафиксировали. Ось и выдохом жарят. Видите, да, ноги? Оп, собрались сюда. И ч, ни, сан, ши, гоу. Отпустили. Еще немножко раздвинули в расслабленном состоянии. Зафиксировали. Опять жарим. И ч, ни, сан, ши, гоу. Ру. Отпустили. Еще заднюю ножку отодвинули немного. Зафиксировали ступень пяточки. И ч, ни, сан, ши, гоу. Все, вы практически сидите в шпагате. Разворачиваемся, рекомендую встать, расслабиться. В нужном вам положении развернуться. Сесть в другую сторону. Опять осанку. Сразу низко садиться, не торопитесь. Зафиксировали пяточку. Заднюю ногу сжимаемся. И ч, ни, сан, ши, гоу. Расслабили. Заднюю ножку отодвинули. И ч, ни, сан, ши, гоу. Роб. Еще ниже. То есть на левую ногу у меня лучше получается. Уже практически сижу в шпагате. Или сижу. Вот. Сняли напряжение. Развернулись. Поперечный шпагат. И здесь то же самое. Зафиксировали пяточки. И сбор. И ч, ни, сан, ши, гоу. Расслабили. Опустились чуть ниже. Зафиксировали. И ч, ни, сан, ши, гоу. Расслабили. Еще зафиксировали. Еще опустились. И уже практически сжимаемся. И ч, ни, сан, ши, гоу. Роб. Ну вот, как видите, сидим в шпагате. Практически. Хорошо. Опустились. Ножки собрали. Это упражнение. Каждую сторону. Также рекомендую. Три-четыре подхода. Максимально. Сколько пока движение совсем не прекратится. Вот. Ноги собрали. Пяточки в пар. Следующее упражнение. Вам всем хорошо знакомое. Бабочка. Спинка ровная. Подобран. Таз подобран. Покачали. Ноги расслаблены. Руками. Ноги удерживаем. Коленочки. Достаем. Должны доставать до пола. Покачали. 10-15. На ИЧ. Прижались. Руками себе подтягиваем. И стараемся грудью коснуться до стоп. Делаем все на выдохе. Сняли напряжение. Еще покачали. Три-ч. Сняли напряжение. Еще покачали. Бабочку с подтягиванием. Также выполняем три-четыре подхода. Прорабатываем данное положение. Это положение подготавливает нас к одному из йоговских упражнений. Это позе лотоса. То есть когда у вас колени будут легко ложиться на пол, укладываться, вы сможете выполнить вот такую штуку. Забрасываем ногу, вторую ногу. И сможете находиться в позе лотоса. Сидеть, медитировать. Вот. Для чего это нужно? Следующее задание. Ноги в стороны. Наклоны правая, влевая, посредине. На два счета. Тянемся противоположной рукой. Колени у нас на полу. Пальцы ног смотрят вверх. Пятки прижаты. Здесь никаких прогибов и просветов не должно быть. То есть все четенько на полу. Выполняем серию наклонов. Сейчас я покажу, как это делается. Лич, ни. Тянемся грудью к ноге. Сан, шин. Го, рот. Эту серию выполняем 15-20 наклонов. Куда-сюда. И в идеале завершаем это упражнение. Наклоны вперед. Расслабились. Ножки на полу. На выдохе. Стараемся грудью коснуться пола. Ставим на паузу. Выполняем. Закончили. Еще одно упражнение, которое тоже вам всем рекомендую. Ножки на полу вместе. Пальчики вместе. Пяточки вместе. Здесь беремся либо за голень, либо за ступни. Или уже самое продвинутое. Беремся за пальчики и натягиваем на себя. И стараемся. Тоже так же выполняем три подхода. Стараемся коснуться лбом ног. То есть начинаем. Ич, ни, сам, выдох, выдох, выдох. Руками работаем. Все остальное раскладываем. Ни, сняли напряжение. Выпрямляться полностью не обязательно. Просто снимаем напряжение. Посидели, отдохнули. Следующая. Ич, ни, сам, че, гол, рот, и. Ни, отдохнули. Также серия 4-5 подходов. В таком, в идеале, в конечном, у меня уже на третьей серии, нос проваливается между коленами. Когда у вас это положение будет отработано, это значит, уже будет продвинутый мастер. Гиппистик. Вот. И еще такое упражнение, очень хорошее, которое мы часто выполняем на длиннодке. То есть серия хайсоку. Таз между ног опустили. Все руки полностью расслаблены. Тело расслаблено. Провалились между ног. Вы чокутски выполняем без напряжения. Без напряжения. Без напряжения меняем. Отслеживаем технику выполнения. Но основная задача с каждым движением, с каждым ударом опускаться все ниже, ниже, ниже. И наш центр, который находится в цилиндре, он как-то ударяет в колу. То есть вы здесь ощущение вот этого удара как раз получаете. И в итоге вы сидите на поле. Вот. Несколько таких упражнений, которые мы часто очень выполняем на тренировках, которые я рекомендую. Комплекс, он занял всего 15 минут, выполнять ежедневно дома. 15 минут времени всегда вы найдете. Если у вас есть такая задача, оставить гибким, взрослые уже знают, тем, кто помладше, хочу напомнить или рассказать, что ваш возраст определяется не цифрой, которая у вас там в паспорте у кого есть, у кого нет паспорта, не цифры и года рождения, а именно у вас физиологический возраст, то, насколько ваше тело выглядит внутреннее, определяется гибкостью. То есть если вы гибкий, то значит у вас все энергоканалы, кровеносная система, нервная система, все работают как у молодого человека, и организм себя чувствует как у молодого человека. На этом вторую часть я закончу, приступаем к заминке. Начинаем. Надеюсь, заминку пролили хорошо, минут 5-10 нужно было расслабиться. Еще раз повторю, что мы сегодня прошли с вами перемещением обуви задачи с разными блоками и ударами кучи. Я вам дал комплекс на растяжку, в которой вы можете отдельно работать ежедневно, я даже призываю ежедневно работать. Очень рад был с вами снова увидеться. Спасибо, что вы с нами. Смотрите наши трансляции на нашем YouTube-канале Karate Best, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Эстафету передаю нашему инструктору Третьякову Сергею Викторовичу. Вам добра, здоровья, бодрости, и надеюсь, мы скоро с вами увидимся в зале. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...